Добрый день, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Почему день? Обычно я с утра начинаю, а я и был утром здесь. Я дожидался этого времени, как раз сейчас 12 часов, и в это время у меня из окна идет очень хороший свет. Знаете, я полюбил работать с натуральным светом, с дневным светом. Это просто фантастика, как мягко облегает, допустим, тот же фут или какие-то предметы, дневной свет. И стоит только подсветить каким-нибудь рефлектором, и у нас уже готовый кадр в камере. Да, камеру приходится обязательно держать на штативе, но я это так и так делаю, поднимать зеркало, чтобы не было стресления, и снимать на очень длинных выдержках. Но это того стоит. Сегодня мы с вами будем делать креветки на льду. Я вчера это уже попробовал и понял, что это не так все просто. Почему? Потому что лед расползается. Причем очень быстро. Возможно, если мы в холодном помещении снимаем, там и у нас холодная плата или как, основа, да, тогда еще может быть. А так, я заметил, что уложить там креветки и снять это все, это довольно-таки сложно. И поэтому я сегодня еще раз утра заехал в магазин. Весь лед растаял, кстати. Еще раз мне приехал, купил целый пакет. И я подумал о том, что, да, у меня есть искусственный лед, но, во-первых, он тоже ползает. Видите? Поэтому была такая идея, что если взять клеящий пистолет горячий, да, и приклеить основу. Что мы с вами сделаем. То есть мы сейчас с вами создадим основу и потом уже вокруг нее будем строить все остальное. Ну, что я вам рассказываю, давайте мы начнем делать это уже в процессе все. Хорошо? Я положил кусочки льда, но они как-то держатся, да? А держатся они за счет того, что я просто взял свой пистолетик и приклеил. Для чего мне это надо? Дело в том, что если вы попробуете работать со льдом, просто со льдом, вы видите, он будет у вас растекаться, я не знаю, где это надо, в холодильнике снимать или что, чтобы этого не было. И поэтому, чтобы это не произошло, мне должна быть основа. И для этой основы я делаю очень просто. Я беру искусственный лед и прилепляю сюда. Дальше проще. Мы начнем откладывать этот лед уже, уже настоящий льдом, который немножко подтаял. Тогда он становится прозрачным, красивым. Но если у вас останется еще не растаявшийся лед, то вы можете свои горнельки подсыпать. Вот, допустим, я вот так сделал. Воду можно не убирать, она только добавит натуральности. Так, что нам еще надо будет? Мы возьмем креветки и начнем их с помощью, вот тут я взял спички, заточил, за счет, чтобы они как-то держались немножко, видите, вот здесь. Так. И вот так мы их раскладываем аккуратненько, как нам заблагорассудится. Вы, наверное, заметили, что у меня красивый красный цвет у креветок. На самом деле они немножко бледнее. Посему я положил их в воду с красителем, с пищевым, опять же, красителем. Не забудьте, я не делаю зла продуктом. И постепенно они у меня окрасились. Единственное, что они окрашивают также лед. Поэтому с этим надо аккуратнее. Когда мы разложили в таком хаотичном немножко порядке, мы начинаем вспоминать о числах фабиначи. Берем парочку здесь лимончиков. Почему лимон? Ну, потому что он ассоциируется. Лимон, петрушка. Это все ассоциируется с тем, что составляет вот еду с этими креветками. Вот мы сделали, помните, мы его с вами учили зеленый, желтый, красный и оттеняется все сереньким. Здесь мы положим тоже долечку вот так и начнем снимать. Вот и весь натюрморт. Вы видите, что я использую свет от окна и обычный стеропол. То есть больше здесь ничего нет. И делаем заключительный снимок. Та-дам! Я теперь наделаю тут тым. еще немножко. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами получили вот такую картинку. На мой взгляд, она очень такая хорошая. Пока я ее обрабатывал в фотошопе, я креветки пожарил, съел. Но так как у вас уже слюни вот так бегут, я не стал это показывать. Просто сказал, что никакой краситель пищевой на их вкусовые качества не повлиял. Но большие креветки лучше. Я вам сразу скажу. Вкуснее. Так вот, и с лимоном их хорошо. Что, перестать? Хорошо. Ладно, перестану. То есть, практически вы увидели. Именно то, что дневной свет, немножко выдумки, он приносит уже вот такие картинки. И что я еще хочу сказать. Следом за этим видео будет еще одно информационное видео. Оно важно для меня. И я надеюсь, будет важным для вас. У меня там для вас есть и приглашение, и предложение, и задание.